Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Слушал тяжелую рок-музыку, но слушался до того, что стало терзать душу. Как адская боль на душе. Дал обет Богу, что больше не буду слушать эту музыку. И сердцем пообещал, что не буду слушать подобную ей музыку сам. Не знаю, нарушил ли обет, ведь в заставке к сериалу, который я смотрю, эта музыка попадается мне в уши. Получается, нарушил обет. Что делать, если уже нарушил? Как-нибудь с этой тягой к рок-музыке? Хорош такой вопрос. Старается нести ответственность за те обеты, которые дал Господу Богу. Что встречается не всегда. Со временем наше желание исполнить обещанное сводится к нулю. Что жене, что мужу, что детям, что родителям, что Господу Богу. Поэтому сама мотивация мне очень приятна. Но хочу сказать, что если ты дал какой-то обет, допустим, несложил, тяжелую музыку, но где-то услышал, услышал и услышал, твоего греха нет. Не ты же специально диск поставил или включил где-нибудь на компьютере. Другой, а если она тебе продолжает нравиться, ну ничего страшного. Ну нравится, нравится. Ну послушал немножко. Считай, что душу отвел. Как бы вроде бы и обет не нарушил, вроде бы как бы и послушал. Но если обет все равно держать и самостоятельно все это не включать, то со временем желание слушать пропадет. Но главное не просто запретить себе что-то слушать. Чем-то полезным заполнить свою душу. В том числе хорошей музыкой. Заставляй себя слушать классическую музыку. Бах, Бетховен, какой-нибудь Чайковский, Римский, Корсаков и так далее. Ходи на концерты, слушай принудительно то, что действительно душу облагораживает. И со временем, не сразу, ты поймешь, какая огромная разница и между музыкой небес и музыкой плоти, которая раздражает, возбуждает, делает тебя агрессивным. После чего ты места себе не находишь. Вопрос-то стоит не в плоскости, какую музыку слушать можно, а какую нельзя. Вопрос стоит в плоскости о том, какой послевкусие остается. Приносит это пользу душе или нет? Можешь себе представить подвижника благочестия, слушающего Рамштайн? Или еще какой-нибудь Айрен Мэйден? Наверное, нет. Можно представить подвижника благочестия, слушающего Девятую симфонию Бетховена? Наверное, да. Но в любом случае, не на поздних этапах его обожжения и богообщения. Красота, она вечно. Поэтому желаю вам переходить. Всем желаю. От музыки телесной к музыке духовной. Духовной музыки, которую хочется потанцевать. Музыке, которая дает силы жить. Говорит о Боге языком инструментов. А не с помощью слов или каких-нибудь визуальных эффектов. Ну и хочу подытожить, кто слушает современную попсу или рок, что бы вы не слушали. Я не говорю, что слушать любую музыку это ужасно греховно и прекращаете. Иногда хочется что-нибудь весельненького и бодренького. Особенно, когда пишешь какую-нибудь дипломную работу. Или просто идешь до метро от дома 30 минут пешком в мороз. Хочешь как-то себя возбодрить. Честно говоря, в классической музыке тоже есть множество бодрых композиций. Армен Хачатурян танец с саблями. Ух, побежишь просто к метро. Дойдешь этот участок не за 30 минут, а за 10. Или что-нибудь из «Спартака». Вот под болеро, конечно, будешь шить и медленно. Тум-туру-тум, туру-туру-туру-тум, туру-тум. Может, заснешься даже по дороге. Так что помните, что у музыки тоже есть своя классификация. И она тоже нас делает благороднее. Тяжелый рок благороднее нас не делает. Совсем.